Всем привет, мои хорошие! С вами Кемеля, и сегодня мы с вами будем кушать обалденные, просто вкуснющие крылышки. Лучше, чем в KFC. Они у нас здесь, в кисло-сладком соусе. Если вы любите кисло-сладкий соус из Макдональдса, то я уверена, что эти крылышки вам должны понравиться. Вот так вот они выглядят, вот в таком соусе. И здесь сверху кунжут. Вот, и лук. Вот этот мукбанг, ссылочка внизу, на рецепт. Переходите обязательно, готовьте. Потому что это нечто. Называется, если я не ошибаюсь, крылышки в соусе по-китайски. Обалденно просто. Здесь у меня оливки. Хотя я больше люблю маслины. В этот раз что-то взяла оливки, потому что маслины у меня были. Начала их есть. И что-то мне нормально зашло. Вот у меня всегда так. Я начинаю что-то кушать. Что не ела раньше. Сначала не очень. Потом это мое любимое блюдо просто. Хочу опередить всех, кто будет писать, что я не доедаю на костях мясо. Я не могу, как собака, съесть кости тоже. Что касается моего прошлого видео, насчет вчерашнего. Я согласна с вами полностью насчет ваших замечаний по поводу того, что я там кушаю очень быстро. И на это не очень приятно смотреть. Я согласна с вами полностью. Мне нравилось это видео. Но после того, как все начали писать о том, что Айкальту ужас какой-то. Зачем так быстро кушать? Я поняла, что я не права. То есть я поддерживаю всегда конструктивную критику. Я не люблю, когда люди просто пишут, что ты тварь, ты дура, ты овца. Вот такие комментарии я всегда стараюсь удалять. Потому что это необоснованная критика. Обоснуй, почему я тварь, почему я дура. А когда просто вот такие вот оскорбления, это реально неприятно. И ты не понимаешь свою ошибку. Как это вкусно, ребята. Это просто обалденно. Не надо макать никуда. Потому что и так обалденно. Тут нет необходимости ни в каком соусе. Так как мы их жарим два раза, они внутри прожарились прям обалденно. Еще такой момент. Момент разочарования, так скажем. Вы помните, я как-то во влоге показывала вот этот стол. Я его купила чисто для мукбанков, чтобы поместить его в эту комнату. Эта комната и так и маленькая. И вы знаете, здесь очень не в тему этот стол. То есть, мы этот стол не купили для этой комнаты. И пусть еще я на нем буду снимать еще и мукбанки. Так получилось, что я его заказывала чисто для мукбанков. И прогадала. Когда я его даже купила, мне многие в комментариях начали писать. Айка, все равно столешницу не будет видно. Зачем ты тут выбирала и все дела. Чтобы еда была как можно ближе, мне приходится ставить коробку. Вот здесь вот вы то, что видите, это все на коробке. И это реально неудобно. Хотелось бы, чтобы стул был как раз таки вот такого вот роста. Так как я стол делала на заказ, реально очень обидно, что я изначально просто не взяла замеры и не подумала о том, что вот как мне надо. Теперь я хочу заказать еще один стол. И желательно еще и стул. Потому что этот постоянно ломается. Это неудобно. Я уже все стулья у себя в квартире переломала. Когда вы делаете что-то в попыхах, всегда так получается. К примеру, я закажу стол, который мне подходит по размеру. У меня теперь такой вопрос, а куда девать этот? В общем, такие моменты. Иногда бывает такое, сделаешь что-то, а потом жалеешь, думаешь, зачем? Оно тебе надо было? Нет? Как же вкусный этот соус. Просто обалденно. У меня, знаете, на работе один раз был такой случай. Пришла женщина с мужем. Увидели диван. Диван огромный просто. Обычно мы как делали? Отправляли дизайнера. Дизайнер смотрел квартиру. Выбирал ткань дивана под обои, под занавески. Абсолютно бесплатно. Если они уже согласовывали цену, после этого уже делали заказ и, в общем, производили диван, так скажем. Получается, на витрине был диван, который им безумно понравился. И они сказали, что они ждать не хотят. А диван огромный, реально. И они сказали, нам пофиг, витрина, не витрина. Давайте вот этот диван завтра привезите к нам. Осуществили продажу. Диван дорогой. 3000 манат. Около 100 тысяч рублей стоит. Они заплатили все дела. На следующий день поднимают они этот диван. Получается, он в лифте не помещается. А живут они на 13 этаже. Бедные вот эти вот грузчики наши. Подняли диван. Именно 13 этаж. Когда они покупали, мы спросили. Вы померили квартиру? То есть вам реально подходит этот диван по размерам? Потому что наши специалисты у вас не были. Мы просто верим вам. Они сказали, ой, у нас квартира корабль. Все поместится. Все что угодно. Но мне-то что, я же не могу с ними спойлить, что точно, а нет. А если вдруг вам не подойдет, тогда что? Получается, мы все это оформляем. Отправляем. Диван поднимают на их 13 этаж. И потом выясняется, что, оказывается, в комнате диван не помещается. Естественно, грузчики тоже недовольны, потому что им заплатили за то, чтобы диван поднять. Но им никто не заплатил за то, чтобы опустить диван теперь на нулевой этаж. и увезти обратно. Сколько было проблем с этим диваном? То есть, когда ты идешь покупать что-то, прежде всего, ты сам должен об этом подумать. То же самое касается и моего стола. То есть, я сама виновата в этом, естественно. Иногда людям проще обвинить кого-то, чем себя. Потом они сделали возврат, и получается, что из-за свою ошибку ни копейки, кстати, не заплатили. Бедные просто грузчики, которые поднимали это все, а потом все это спускали. Кто не знает, я раньше работала в магазине техники и мебели. Мне, честно, очень нравилась моя работа раньше. Работа была в основном с проблемными клиентами. Кто-то что-то покупал, кому-то что-то не нравилось, что-то не работало у кого-то. Всегда старались выпроводить клиента довольным. Но, к сожалению, не всегда это получалось. Были люди, которые просто шли на скандал. Им просто, наверное, дома заняться нечем. Один раз приходит мужчина и говорит, я у вас купил телевизор два года назад, а гарантия на телевизор три года. Так вот, у меня сломался пульт. Мы культурно объясняем, что пульт не входит в гарантию. Потому что это такая вещь, ты можешь ее уронить, ты можешь на него сесть, можешь его швырнуть в стену. И что? Он начал настаивать, что нет, давайте сделаем экспертизу и посмотрим, действительно ли я сломал пульт. Или нет. Один раз было такое. Приходил мужчина и начинал орать о том, что мы закрыли его телефон за неуплату. А когда вовремя кредит не уплачивается, кто не знает, у нас так. Те просто закрывают телефон. То есть, ты просто не можешь с него звонить. Использовать Wi-Fi, всякие там аппликейшены, ты можешь, но звонить не можешь. И тут он разъяренный приходит, что как вы могли? Почему вы просто так выключаете мой телефон? В конце выяснилось, что телефон он купил не у нас и закрыли его не мы. Естественно, что в любой работе есть свои трудности. невозможно найти работу, которая полностью идеально тебя будет устраивать во всех планах. Но нынешняя моя работа, она как бы не контактирует напрямую с клиентом. И это очень круто. То есть, я каждый день не вижу по 10-20 клиентов, причем проблемных, с предъявами. Как же вкусно, ребят! обязательно приготовьте! А еще такой случай был. Женщина купила стол со стеклянной столешницей. И они просто разбили эту столешницу. Она сказала, что ребенок просто положил стакан неаккуратно на стол и стол развалился и столешница сломалась. И когда я начинала объяснять, что это же не наша вина, то есть, вы уже год используете этот стол и мы же не виноваты, что вы взяли и вот так вот сломали стеклянную столешницу. И она мне просто сказала, что а неужели, говорит, на технику вы даете 3 года гарантии, а почему вы не даете на мебель гарантию? И у меня просто возникает такой вопрос. Я куплю стул и просто подожгу его. И что? Мне должны вернуть или отдать новый стул? И вот так вот. КОНЕЦ У меня прям история за историей. Еще я помню, был такой случай. Девушка и парень пришли выбирать мебель. Они собираются жениться, видимо. Вот. Мы сделали им мебель по заказу. Прошло 3 месяца. И приходит парень и говорит, забирайте свой мусор, свою мебель, и я развожу с ней. И у меня такой вопрос, а при чем здесь мы? Вы разводитесь, но мы мебель сделали. Все отлично, брака нету. Все работает. Почему мы виноваты в этом? И парень такой, я не хочу видеть ее и ничего, что связано с ней. Так что забирайте свой хлам, а то я привезу и сейчас сюда все это закину и уеду. Поэтому я считаю, что работать напрямую с клиентами это очень сложно. Ребята, на этом все. Крылышки закончились. Мои истории с прошлой работы, мне кажется, не закончатся никогда. Рецепт внизу. Обязательно переходите. Готовьте вы тоже. Я всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok